Константин Сергеевич Федотов на фронт попал с 17-летним мальчишкой. В ноябре 43-го был направлен в учебно-стрелковый полк. Прошел тяжелый путь войскового разведчика. Участвовал в операции «Багратион» в боях в Восточной Пруссии и битве за Берлин. Патриотический настрой был очень сильный. И с таким настроением мы были, когда школу сержантского сустава я заканчивал, хотя тоже ее не удалось, как в 10-м классе, потому что бегом, бегом, бегом все торопились на фронт. И так и прибыль на фронт. Вот сдать должное супостату, который посмел напасть на нашу родину и так издевательски относился к нашему населению из Уверски. Боевых медалей у Константина Сергеевича столько, что с трудом помещаются на кители. На протяжении всей войны он сражался смело и самоотверженно. Разведчик Федотов прошагал нелегкий путь от Москвы до Берлина. Свою первую правительственную награду – Орден Красной Звезды – получил в июле 44-го за освобождение города Могилев. Мне как раз выпала вот эта миссия, значит, добраться до этого пулеметчика путем, значит, тоже применяя всякие хитрости, обход дома и так далее, там, где-то самое, чтобы не было заметных, чтобы уничтожили там снайперы. Удалось добраться до этого дома, где пулемет был установлен, ворваться в этот, значит, бруском гранаты в окно, а потом ворваться в этот дом и гранаты уничтожить расчет весь. Уцелел один немец, там как раз и расчет, значит, его пленить, представить командованию. Вот за этот подвиг я был как раз награжден, награжден Орденом Красной Звезды. Но самой важной наградой ветеран считает участие в Параде Победы 24 июня 45-го года на Красной площади в Москве. Отбор кандидатов был многоступенчатый. Чуть более тысячи счастливчиков, отобранных из 400 тысяч солдат и офицеров 2-го Белорусского фронта, направили в столицу. В их числе оказался и Константин Сергеевич. Достойных кандидатов в роте было предостаточно, я скажу прямо. Разведчики, которые имели опыт, которые больше воевали, допустим, чем я. Но командование было виднее, потому что они решение принимали. И таким образом вот с роты было 2 человека отобрано. И когда маршал Аркасовский проходил вдоль шеренг и осматривали, ну вот как раз нашу шеренгу, что он там на других шеренгах, он тоже что-то говорил, не знаю, но у нас он вот сказал, что таких молодцов московские невесты не упустят. В 1950 году вышел указ о демобилизации. Константин Сергеевич принял решение посвятить свою жизнь службе вооруженных сил страны. Поступил в военную академию, по окончанию которой получил назначение в ракетные войска. Позже ветераны Великой Отечественной пригласили служить на Власиху. Так Константин Сергеевич, уже будучи женатым, становится одинцовцем. Со своей супругой Екатериной фронтовик счастливо прожил всю жизнь. Две дочери, три внука, значит один внук, две внучки и четыре правнука. Четыре правнука, три мальчика и одна девочка. Добрый и отзывчивый, отважный и сдержанный, бескомпромиссный, но справедливый. Таким знают Константина Федотова друзья и коллеги. Сейчас ветеран активно занимается общественной работой, патриотическим воспитанием подрастающего поколения. А совсем недавно написал книгу «Верность священному долгу». Издание вышло в свет около года назад ограниченным тиражом. В нем описаны фронтовые эпизоды и послевоенная жизнь автора. Чтобы написать книгу и понятно было читателям, значит, эта мысль пришла только в 60-х годах. Потому что, вы знаете, 20 лет после Парада Победы, 45-го года, 20 лет не было парадов. И потом только в 65-м году Парад Победы был первый, значит, опять всклыкнулась в памяти, говорится об этом. И более того, значит, к этому времени я уже, значит, неоднократно возвращались мысли, возвращались к военному времени. По словам Константина Сергеевича, раннее патриотическое воспитание – важнейшая задача в работе с молодежью. Ветеран регулярно общается с детьми в образовательных учреждениях округа. Он убежден, чтобы понять и правильно оценить настоящее, предвидеть будущее, надо знать и помнить прошлое своего народа. «Мне бы хотелось, конечно, чтобы наша подрастающая молодежь, конечно, продолжала традиции наших отцов, дедов, любила также родину свою». Константин Сергеевич надеется, что его книга поможет молодым читателям понять, как служить Отечеству в современном мире, оставаясь людьми доблести и чести, верными священному долгу. Екатерина Яровая, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».